Бодрый, веселый и активный. А ведь Антону Степановичу через два месяца 98 лет. Родом из Пуховичского района. Сельский парень рос в многодетной семье и всегда помогал родителям по хозяйству. А в 14 узнал, что такое война и какие потери и боль это страшное слово может принести. Видим, ходят машины с зелеными какими-то ящиками. Как потом выяснилось, это уже машины со складов доставляли боеприпасы, бомбы, короче говоря, самолеты. Детство закончилось. В силу возраста на фронт парня не брали. На его плечи легла забота о младших братьях и сестрах, а также тяжелая работа в хозяйстве. Резко повзрослел и пришлось стать главой семьи. В 42-м году колхозы распустили, наделили семьи определенным количеством земли и стали работать на себя уже, как говорится. В те времена молодежь отправляли на работу в Германию, но нашему герою этого чудом удалось избежать. Поехали мы с матерью на сборочный этот пункт, посмотрели и вернулись в деревню. И я стал после этого прятаться там. Ночь 1 июля 1944 года, когда Красная Армия освободила родную деревню Крупка, Антон Степанович запомнил на всю жизнь. Жуть какая-то. Когда-то спрятался бы в земле. Страшно, когда пролетают снаряды над тобою. Запомнился мне прохождение наших полков Красной Армии по этой дороге. На Минск они шли с развернутыми знаменами, под оркестр шагали. Такой желай вроде влелся бы сейчас в Красную Армию. И долго ждать не пришлось. Спустя две недели его призвали на службу. Попал Антон Степанович на 3-й Белорусский фронт. В 62-ю дивизию 306-й стрелковый полк, который тогда базировался на границе Польши, Восточной Пруссии и Литвы. Именно там и произошло боевое крещение. Ну, естественно, кого надо попасть в пули. Меня. Слишком предко бегу с чего вперед. После выписки воевал на территории Восточной Пруссии. Потом перебросили на 1-й Украинский фронт – Селезию. Там получил звание младшего сержанта и судьбоносный бой, в котором за несколько дней до победы чуть не погиб. Слышу, дзинь. Ну, думаю, шмель пролетел. Хорошая погода. Еще разок. Тоже. Потом третью – бруссир. Разрывная пуля. Вот тут я уже собрали, что охотится за мной. Ночью 8 мая 1945 года Антон Степанович вместе со своими сослуживцами вышли из очередного боя в Восточной Пруссии. Но о капитуляции Германии командиры им даже не сказали. У меня в личном деле записано, что для меня война закончилась 14 мая. С войны вернулся герой. Сегодня парадный пиджак ветерана украшают многочисленные награды. Орден Отечественной войны второй степени, Орден славы третьей степени, а также медали за боевые заслуги и за победу над Германией. Это символы бесконечной отваги, стойкости и преданности своему народу.